Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной разговор о медицине. Сегодняшнюю нашу программу мы назвали профилактика психических расстройств. И у нас в студии Гаврилина Ольга Владимировна, это главный специалист-психиатр нашего министерства здравоохранения Ульяновской области. Здравствуйте, Ольга Владимировна! Здравствуйте! Ольга Владимировна, во-первых, я очень рад вас приветствовать. И у нас сегодня тема такая, на самом деле, она и насущная, и злободневная, и мы сегодня попробуем с вами раскрыть немножко эту тему. Скажите, пожалуйста, начнем с того, что сколько у нас все-таки людей с психическими расстройствами, и, может быть, вы скажете, как выглядит наш регион, например, в разрезе с другими регионами, в сравнении с другими регионами, именно в фокусе психических расстройств? Ну, действительно, если мы говорим об официальной статистике по Ульяновской области, то на самом деле лиц с психическими заболеваниями, расстройствами поведения их немало. В абсолютных числах это составляет 31 тысяча, примерно 348. Но абсолютные числа сравнивать некорректно, поэтому для того, чтобы сравнить себя с другими регионами, мы применяем относительные величины, то есть когда расчет производится на 100 тысяч населения. И здесь могу сказать, что мы действительно находимся в серединке по Российской Федерации, не выбиваясь ни в низкие показатели. То есть практически не отличаемся от других регионов? Нет, мы, конечно, отличаемся, но мы не сваливаемся, грубо говоря, и в низкие показатели, и не очень высокие. То есть если мы говорим о первичной заболеваемости, в частности, вот за 2021 год, то есть это впервые зарегистрированные заболевания в текущем году, то наш показатель составляет 181 на 100 тысяч населения. И мы находимся рядом с такими регионами, как, например, Калининград и Башкортостан. По России средний показатель 263. Если говорим о распространенности или болезненности, то есть это все заболевания, которые зарегистрированы были в текущем году, не первичные, а все, то здесь наш показатель составляет 2848 на 100 тысяч населения. По России он составляет 2623, но опять же мы вот примерно в средних величинах, рядом, допустим, с Санкт-Петербургом и Архангельской областью. Вот. Но когда я вначале назвала вам общую цифру зарегистрированных, конечно, нужно понимать, что это вообще все случаи. Но тяжелые психические заболевания, те, которые требуют особенного наблюдения, диспансерного наблюдения, их чуть более 11 тысяч. И именно вот данные граждане, данные пациенты, они в основном и посещают регулярно врача-психиатра амбулаторного. Ну мы об этом еще отдельно с вами поговорим. Да. Ольга Владимировна, скажи, пожалуйста, вот давайте все-таки вот начнем с так называемых азов, да? Вот в чем причина именно психических расстройств? Ну что это вот? Наследственность там, я не знаю, какие-то, может быть, стрессы, какие-то травмы психологические, или там, может быть, не знаю, череп-мозговые травмы, да? Ну что, это вот окружающая среда или окружение вот человека, или это все-таки вот внутри находится вот этот источник? Ну, наверное, очень хочется действительно дожить до того времени, когда мы с вами встретимся, и я четко смогу вам рассказать, что все-таки лежит в основе психических заболеваний. Ну, ваше мнение. Да, к сожалению, истинные причины, ну, мы не знаем до сих пор. Но прежде чем все-таки говорить об этиологии, нужно разделить. Вот если грубо, психические расстройства делятся, ну, на две большие группы. Одна группа – это психические расстройства, которые возникают вне связи с внешними факторами, какими-либо. Это так называемая группа эндогенных заболеваний. Ну, к ним относятся шизофрения, тяжелые депрессивные расстройства, эндогенная депрессия, биполярные расстройства, например, расстройства аутистического спектра вот у детей и многие другие. То есть, да, там есть гипотезы, их много. Указывают и на наследственные факторы, и генетические факторы, биологические и прочее. Но все-таки вот четко говорить об этиологии, ну, тут мы, к сожалению, не можем. А вот вторая группа расстройства, их тоже очень много, это все-таки заболевания, которые имеют причину. И, естественно, вот с этой группой заболеваний работать, ну, не то, что здесь мы можем говорить о профилактике, вот это очень важно. То есть, там есть причина. Ну, например, сосудистая деменция. То есть, это нарушение когнитивной сферы, которые возникают вследствие сосудистых нарушений у пациента. То есть, соответственно, если мы вовремя будем коррегировать артериальную гипертензию, не допускать развития гипертонических кризов, не дай бог инфарктов. То есть, наблюдать будем, да? Да, то, соответственно, по сути, мы профилактируем развитие сосудистой деменции в определенном возрасте. То же самое, например, посттравматические стрессовые расстройства или любые посттравматические расстройства, связанные, которые возникают в результате, например, полученной травмы, черепно-мозговой. Бытует такое мнение, да, что вот все-таки вот сейчас психических расстройств стало больше. Но, то есть, это то ли люди так замечают, то ли как-то вот... Ну, бытует такое мнение, да? Вот что это? На самом деле это так? Или это вот средства массовой информации как-то повлияли, да? Потому что каждая ситуация, вот такая, ну, скажем так, чрезвычайная ситуация или так резонансная, да, она описывается очень достоверно, да, всегда описывается, всегда как бы для людей становится более доступна эта информация. Может, из-за этого такие-то происходят мысли? Ну, хочу сказать, что опять же, если мы берем по нашу Ульяновскую область цифры официальной статистики, у нас какого-то резкого всплеска заболеваний нет. Но я, наверное, буду не совсем честна, если скажу, что этого действительно не происходит. Все-таки в России существует проблема стигматизации населения по отношению к психиатрической службе. И не каждый пациент сразу обратится к врачу-психиатру по месту жительства. Я знаю, что у нас огромное количество людей обращается в частную структуру здравоохранения, где также работают врачи-психиатры, психотерапевты. И, насколько я знаю, они достаточно нагруженно работают, даже чрезмерно нагруженные записи у них вперед на определенное время. То есть этот фактор мы не можем сбрасывать со счетов, потому что этой статистикой мы не владеем. Также я могу однозначно сказать, что если мы не видим вот такого всплеска в общем количестве, то внутри по структуре заболеваемости мы видим, конечно, достаточно значимое увеличение именно состояния непсихотического уровня. То есть это тревожные расстройства, это неврозы, это депрессивные расстройства. Вы сейчас говорите о пограничных таких формах? Да, да. То есть это все заболевания, которые относятся, так называемые, к пограничным нарушениям, и там рост идет. То есть примерно вот в 2021 году по сравнению с 2020 годом в районе 20%. Это прилично. Ну и, к сожалению, могу сказать, что также не очень благополучная ситуация среди подростков. Вот среди подростков мы в 2021 году видим значительный прирост и первичной заболеваемости, и болезненности. Владимир, ну вот... Это не очень отрадный фактор. Человек с психическим расстройством, ну, в любом случае, вы, наверное, признаете, что это проблема, конечно, и для окружающих людей, и для его родственников. То есть как-то нужно особое поведение, особое принятие вот этой ситуации, и как-то соучастие. Вот как себя вести вообще с такими пациентами, на самом деле, ну, хотя бы своими словами, как-то сказать? На самом деле это действительно серьезное испытание, и действительно это очень тяжело, когда родной человек, близкий человек имеет вот заболевание психической сферы, особенно если это заболевание тяжелое, потому что некоторые пациенты с психическими расстройствами, они вообще требуют, в принципе, постоянного нахождения человека. Ну да, если мы возьмем, например, с болезнью Альцгеймера человека или сосудистый тени. С посторонней помощью постоянно нуждается. Да, то есть там вообще нужен постоянный человек, который будет просто осуществлять функцию ухода и помощи этому беспомощному человеку. Конечно, это очень тяжело и физически, и материально для семьи. По сути, это должен быть вот, ну, как бы член семьи, который может осуществлять этот уход. Здесь, конечно, на помощь приходят и сотрудники социальной защиты, но понятно, что чаще всего основное время ложится на родственников. Что хочу сказать в плане другой когорта пациентов, то есть те, которые, допустим, не требуют ухода, но проживают в семьях. Самое главное, вот что вы спросили, на что нужно обращать внимание. Нужно обращать внимание на любые изменения в состоянии данного пациента. Ну, что насторожить должно быть, насторожить именно. Насторожить может вот все, что угодно. Самое главное, если вы видите, что вот у человека что-то происходит, что вот его обычное состояние такое, даже независимо. Да, мы знаем, что он психически нездоров, но у него происходят изменения, перепады, то есть это касается эмоциональной сферы, изменяется настроение. Может быть, он обычно был спокоен, такой даже может быть апатичен, а здесь он вдруг становится очень активным, возможно, что-то бубнит себе под нос и так далее. Очень часто не очень хороший признак прогностический нарушение сна, то есть человек перестает спать. Иногда такое состояние бывает до нескольких суток. Это сразу повод обратиться к врачу. Если сам пациент не понимает или не, может быть, даже не хочет идти к врачу, то родственники и задача, знакомых, близких, все, кто находится рядом с пациентом, осуществить вот этот визит. Обязательно. Тревога, какие-то нелепые высказывания, возбуждение, импульсивные поступки какие-то, вдруг там сменяются интересы, куда-то там, допустим, уходит из дома. Ну вот, понимаете, здесь можно бесконечно перечислять, то есть любое отличное от вот такого ежедневного состояния какие-то изменения, их нужно фиксировать, и это всегда должен быть повод, будем говорить, внеочередного визита к доктору. Есть три специальности, психолог, психотерапевт, психиатр. Это совершенно различимые такие, в какой-то степени смежные, конечно, но все-таки давайте вот объясним, когда к какому специалисту нужно обращаться и с чем? Очень хороший вопрос, потому что я тоже часто участвую в круглых столах, в школах пациентов, с родственниками мы встречаемся, и я знаю и слышу от населения, к сожалению, не все понимают разницу. Для некоторых это вообще примерно одно и то же. Психолог, психиатр и психотерапевт. Вот, и хотелось бы, конечно, чтобы информированность населения была выше, и они понимали. Ну, наверное, начнем с психолога. Да, психолог это все-таки специалист, да, с высшим образованием, но это не врач. Это не врач. Психологи замечательный специалист, они делают колоссальную работу, помогают нам. Но если говорить обывательским языком, психолог не выставляет диагноз, психолог не назначает лечение. Это кардинально, конечно, отличается. Да, это очень важно. Врач-психиатр – это врач, соответственно, который закончил медицинский факультет или медицинский институт. То есть он имеет сертификат или сейчас свидетельство об аккредитации. Именно врач устанавливает диагноз и, в принципе, разрабатывает весь план обследования и лечения. Это очень важно. И диагностикой психических заболеваний занимается все-таки врач-психиатр. И все дальнейшие шаги прорабатываются именно врачом-психиатром. Наблюдение, помощь, решение социальных вопросов, даже юридических каких-то – это делает все врач-психиатр. Ну и врач-психотерапевт – это, в принципе, в основном это те же врачи-психиатры, которые прошли дополнительную переподготовку по специальности психотерапия. И вообще психотерапия, вот как бы коротким языком, это лечение без лекарств. То есть основной метод лечения врачей-психотерапевтов – это психотерапевтические методики, которых очень много, вообще их очень много. На самом деле, почему и выделена эта специальность в отдельную. Каково все-таки лечение и наблюдение дальнейшее именно людей с психическими расстройствами на современном этапе вот сейчас? На самом деле спектр наших возможностей достаточно высок. Конечно, когда мы говорим о лечении психических заболеваний, мы должны подходить к этому комплексно. Конечно, мы часто используем психофармакотерапию, то есть мы используем медикаментозное лечение. И на самом деле не нужно этого бояться. Вот я часто слышу от обывателей, от простых граждан, ну вот только, мол, попади к психиатру, назначить какое-нибудь лекарство, сделают из пациента овощи. Ну вы слышали тоже, думаю, вот такие вот высказания. Ну, на самом деле, это такие немножко устаревшие взгляды, потому что сейчас выбор вообще препаратов, которые применяются для лечения различных психических заболеваний, он колоссальный. И психиатр, который ориентируется в силу своей профессии и знаний в препаратах, он как раз поможет пациенту подобрать тот препарат, который, если мы не говорим о полном излечении, в зависимости от диагноза, то хотя бы мы пытаемся достигнуть какой-то стойкой ремиссии. Но во многих случаях, если это пограничные психические расстройства, то мы добиваемся полного излечения. Какая помощь оказывается людям, вот оказавшимся в такой жизненной, в тяжелой, чрезвычайной жизненной ситуации, да? И именно вот ваша служба, какой принимает в этом участие? Вот об этом давайте расскажем. Мы принимаем самое активное участие. Во-первых, у нас создаются, когда возникает какая-либо чрезвычайная ситуация, либо какая-то необходимость в оказании медико-психиатрической или медико-психологической помощи, у нас создается полипрофессиональная мобильная бригада, куда входят врачи-психиатры, врачи-психотерапевты и медицинские психологи. И естественно, что мы чаще всего оказываем помощь совместно и со специалистами МЧС, со специалистами Министерства семейной и демографической политики социального благополучия. То есть всегда работа скоординированная, работа четко налаженная, но в своей части мы, конечно, отрабатываем. Вот могу привести в пример люди, вынужденно покинувшие республики ДНР и ЛНР, которые располагаются в пунктах временного размещения у нас. Конечно, можно представить, что испытывают люди, которым пришлось экстренно эвакуироваться с своего постоянного места жизни, приехать, ну, собственно, неизвестно, да, куда. Ну, еще натерпеться столько там. Столько натерпеться. Вот эта неизвестность. Можно представить, в каком они находятся в психологическом состоянии. И вот в частности, наши специалисты, мы практически объехали все ПВР. Мы тем, кому это необходимо, оказали и психологическую помощь, и медицинскую, и психиатрическую помощь. Нужно сказать, что у некоторых действительно диагностировано и посттравматическое стрессовое расстройство. Есть пациенты, которые и были, возможно, уже получали какую-то терапию. То есть вот работа в этом плане проведена очень большая, она продолжает проводиться. То есть мы стараемся, ну, не стараемся, а на самом деле на регулярной основе проводим вот эти все осмотры. И существует телефон горячей линии нашей психологической поддержки, куда, в принципе, может обратиться любой желающий. И всю эту информацию мы оставляем, в частности, и в пункт временного размещения. Владимир, вот такой вопрос, ну, скажем так, такой жизненный даже, такой, да, житейский. Вот люди, например, оказались, вот, контактируют, да, с человеком, у которого какое-то психическое расстройство, да. Какая-то агрессия у него там, да, какая-то вот идет такая, ну, активность, да, такая, как говорится, нехорошая, да. Вот как людям поступить в этом случае, кого вызвать, куда позвонить, кому обратиться. Потому что, ну, бывают такие ситуации, да, и это не секрет, что происходят такие ситуации иногда. Да, 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 да. Вот как здесь быть? Ну, конечно, здесь универсального такого рецепта нет. Во-первых, когда мы сталкиваемся, будем говорить, в незнакомой ситуации с человеком незнакомым, и вот с какими-то такими, будем говорить, с проявлениями агрессии, возбуждения, понятно, что мы с вами не знаем, мы можем только предполагать, да, что возможно, возможно, этот человек, допустим, психически нездоров, или он имеет какие-то проблемы. А в этой ситуации, конечно, наилучшее, так скажем, пожелание, все-таки постараться дистанцироваться от этого человека. То есть максимально возможно отойти, если это транспорт, выйти, это, особенно если, например, с детьми. То есть избежать контакта в какой-то степени. Да, избежать контакта. Если это невозможно, то есть дистанцироваться, то понятно, что если человек уже совершает какие-то действия, или, допустим, словесно выражает вот эту агрессию, угрожает или что-то делает, то, естественно, здесь нужно вызвать полицию. Это обязательно, потому что вот уже полицейские, прибыв на место, они уже будут разбираться, что с этим человеком делать. При необходимости они могут уже вызвать и медиков на себя. Конечно, конечно. То есть когда, например, есть предположение, что тут действительно, так сказать, нездоровье психики, то вызывается также скорая помощь, психиатрическая бригада, пациента приводит к нам. То есть 103 просто объясняется, да? Конечно, конечно. Если вот все-таки ситуация, когда, ну, допустим, невозможно избежать этого контакта, ну, допустим, на какое-то время, то, естественно, самое главное постараться не... Ну, это даже, знаете, рекомендация не только обращения с лицами, возможно, потенциально с психическими заболеваниями, а вообще с любым человеком, который проявляет вот какую-то вот такую агрессию или неадекватность поведения. Они же по разным причинам могут быть. И здесь, естественно, первое, это стараться максимально не провоцировать пациента. Извините, пациента, гражданина, мы еще не знаем, да? Второй момент, постараться максимально сгладить ситуацию и, ну, как-то успокоить. То есть, какими-то общими словами, это уже, конечно, я не призываю к этому, но все-таки, если мы видим, ну, я не знаю, например, вдруг человек раздражает, например, собака, которая рядом вот с кем-то находится, то, естественно, желательно уйти этому человеку с собакой, чтобы не провоцировать далее его негодование и так далее. То есть, вот примерно в таком, то есть, когда мы знаем или понимаем примерно, что данного человека так разозлило или вызвало у него вот такой негатив или агрессию, постараться вот этот фактор как-то, возможно, нивелировать. Ну, допустим, вот я встречала в общественном транспорте, в маршрутке, там человек, громко говорящий по телефону, очень громко, он вызвал негатив у других, так скажем, тех, кто едет в маршрутке, завязалась такая вот очень сначала словесная нехорошая перепалка, но в итоге все-таки, когда постарались и тех, и других успокоить, как-то снивелировать ситуацию, разобщить, ну, я хочу сказать, что вроде бы доехали все спокойно в итоге, не пришлось даже вызывать полицию. То есть, спокойный, ровный голос, и самое главное, еще не включаться эмоционально и пытаться, конечно, не занимать, вот если это конфликт, ничью сторону. Владимир Владимирович, тогда давайте вот тоже скажем, как осуществляется наблюдение за людьми с психическими заболеваниями и психическими расстройствами. И сразу следующий вопрос такой, да, все-таки, вот как главный специалист, вот ваше суждение, вот в законодательной части у нас все вот так вот гладко, или все-таки бывает, что с течением времени необходимо пересматривать какие-то нормативные документы? Ну, начнем, наверное, с первой части вопроса. Действительно, врач-психиатр, как и любой врач любой специальности, мы работаем в жестко поставленных нормах наших законов и подзаконных актов. Мы работаем, у нас есть основной закон 323, мы о нем знаем, но в психиатрии есть еще и свой федеральный закон об оказании психиатрической помощи гарантиях прав граждан, вот, и у нас очень жесткие рамки. Что касается наблюдений за пациентами, как я уже сказала, вот, все те пациенты, которые обратились за психиатр, во-первых, у нас принцип добровольности, ну, и, в общем-то, это совершенно правильно, то есть любой гражданин по согласию, он может обратиться за помощью, она ему должна будет быть оказана. Вот из всех обратившихся за помощью только лица с тяжелыми, хроническими, часто обостряющимися заболеваниями подлежат диспансерному наблюдению. То есть и под диспансерное наблюдение мы можем взять пациента либо с его согласия, либо путем проведения врачебной комиссии, то есть если вдруг данный пациент не согласен. То есть нужно понимать, чтобы люди знали, что придя один раз к психиатру, никто их на диспансерное наблюдение не поставит. Это вот к вопросу об обращаемости, чтобы люди не боялись идти на прием к специалисту. И вот уже, конечно, диспансерное наблюдение, оно предполагает, во-первых, пять групп, подгрупп наблюдения. И, естественно, в зависимости от заболевания, есть пациенты, которые должны более часто регулярно наблюдаться, например, раз в месяц. И осматриваться, да? Осматриваться, конечно. Есть группа, которая может осматриваться реже, ну, например, те же пациенты с деменциями. То есть это уже задача врача-психиатра и задача врачебной комиссии определить. И самое главное, осуществлять это диспансерное наблюдение в срок и согласно всем нормативным, значит, актам. Что касается вот второй части, ну, я могу сказать, что вот, ну, наверное, нет таких нормативных актов, которые не должны меняться со временем. Особенно, когда проходит большой промежуток времени. У нас вот закон, он с 92-го года, ну, в общем-то, срок достаточно, да, приличный. Сейчас, по сути, вот в нашей сфере пересматривается все законодательство. Это касается и допусков к различным видам деятельности, пересматриваются и порядки оказания помощи. У нас были введены стандарты оказания. Сейчас, с этого года действуют клинические рекомендации, и их появляется все более и более. И, в общем-то, вот сейчас основной закон как раз нам всем в регионы тоже разослан. Проект его, который мы изучаем и вносим свои коррективы. Ну, вернее, как не вносим, даем предложения. А, естественно, затем уже то, что сочтут нужным, будут вносить, возможно, в этот закон. И я думаю, надеюсь, что в скором времени все эти нормативные акты выйдут, и мы будем работать в условиях, вернее, как по законодательству, которое более соответствует современным условиям. Понятно. Владимир, ну, и не могу спросить, конечно, о профилактике вообще. Вот про лечение мы сказали, наблюдение тоже. А вот профилактика вообще существует в психических расстройствах? Ну, мы с вами частично уже затронули в некоторых вопросах. К сожалению, как я сказала, от некоторых заболеваний вот такой вот специфической первичной профилактики, к сожалению, не существует. Но мы сами понимаем, что, ну, вот, допустим, да, наверное, поймете, когда я говорю, там, Рональд Рейган, Маргарет Тэтчер, Шон Коннери, это все известные люди, они Жерардо, которые, к сожалению, вот, независимо от того, что это были высокоинтеллектуальные личности, все-таки, вот, допустим, не смогли они уберечься от болезни Альцгеймера. Да, вот, к сожалению. Поэтому от некоторых заболеваний, вот, каких-то четких, ну, я не буду лукавить, рецептов нет. Но вот то, о чем мы с вами сказали о заболеваниях, у которых все-таки есть связь этиологическая с факторами, здесь однозначно. То есть, понятно, что если, например, будем мы с вами следить за своим артериальным давлением, вовремя корректировать его, за, там, показательной крови, конечно. То есть, ведь у нас не существует психика отдельно от тела. Конечно, как проявление, наверное. Конечно, все взаимосвязано. Соответственно, если есть проблемы с соматическим здоровьем, это так или иначе отражается на психическом здоровье. Либо прямо, если, например, как мы уже говорили, после перенесенного инсульта развивается сосудистая деменция. Вот. Или косвенно. То есть, человек, который страдает соматически, у него также чаще развиваются и тревожные расстройства, да, и похондрические по случаю своего нездоровья и так далее, и так далее. Мы знаем, что и инфаркт миокарда, и бронхиальная астма, и язва желудка – это все, в принципе, психосоматические заболевания. Конечно. В основе лежат, да. В основе лежат, да, факторы психического нездоровья. Поэтому самое главное все-таки – это и общие рекомендации по здоровому образу жизни, ну и, конечно, важно, как я всегда говорю, следить не только за чистотой своего тела, да, но и за своими мыслями. Все-таки положительные эмоции, хорошее душевное состояние, комфорт психологический – это очень важно именно в профилактике вот таких вторичных психических заболеваний. Ну, наиболее яркий пример, да, вот, например, рожденный гипотиреоз. То есть если заболевание диагностируют очень рано у ребеночка, да, то мы избегаем развития тяжелых, тяжелой умственной отсталости впоследствии и других нарушений. То есть начинается совместительная терапия, и ребенок вырастает здоровым человеком. Если, не дай бог, будет просмотрено, да, то есть вот этот рожденный гипотиреоз, он приведет к целому каскаду, в том числе вот и проблемам с психикой. Ну, то есть получается вывод какое-то, своевременное обращение, да, это не выполнение четкой рекомендации, те, которые дают специалисты. Да, по лечению, совершенно верно. Спасибо большое, Глазина. Не игнорировать их нельзя. Спасибо большое. Ну что ж, вот такой интересный разговор у нас сегодня получился. Я всем желаю здоровья, всем желаю удачи, успехов. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Субтитры создавал DimaTorzok